Материя Судии по традиции Александр Довтян Добрый вечер И Владимир Мазур Я напоминаю наш телефон 763 19 12 Эфир прямой Нас интересуют и ваши вопросы И ваши мысли по поводу того Что вы будете видеть на наших экранах А неделя выдалась по традиции Достаточно непростой Ну а самая ее Скажем так сложность Что это последняя неделя агитации И по-моему наверное уже наобещали все Хотя в общем-то Последняя в первом туре Последняя в первом туре Конечно же да Вряд ли кто-то думает Что повторится сценарий 2014 года И будут выборы в один тур Но как и обещали Хотелось бы начать с того Не со всего конечно обзора Но по крайней мере Наиболее яркие возможно Обещания наших кандидатов Посмотрим небольшой сюжет Передвиборчие перегони Добегают финишу Бажаючи бути президентами Змагаються в обецянках народу Кандидат Анатолій Гриценко Впевнено обіцяє 700 евро зарплатні І мабуть зниження кількості інфарктів у жінок Робочі місця будуть в Україні Високотехнологічні Середня зарплата 700 евро більше Щоб мамі серце не рвало І дитина кидала ріду домівку Не їхала в Польшу і за Польшу Ці 700 евро можна буде навіть не міняти Бо кандидат Геннадій Балашов Планує в Україні ще не бачену в світі Систему розрахунків Государство запретило розплачуватися Доларами і євро А ми розрішуємо І тому гроші в економіці стануть ще більше Тому що вони вийдуть на білий світ А людям буде просто удобно Не потрібні будуть обмінні пункти І як це вплине на курс валют? Ніхак Наоборот, це стабілізує гривну І вона буде дуже чітко прив'язана до долару Или до євро Допустимо, один до 20 Але намертво Пропозицію гідну жебраків має кандидат Володимир Петров Обіцяє лише кусень хліба Але безкоштовно Я думаю, що не думаю Я знаю, що першим указом буде Програма Програма безплатний хліб Програма безплатний хліб Це програма По Видачі, роздачі Обеспечення кожного українського громадянина Который в цьому нуждається безплатним хлібом Тобто повинні бути прописані нормативи Технологічні нормативи конкретного хліба Конкретні буханки Тим, кого такий хліб не втішає Кандидат Роман Безсмертний Обіцяє дозволити легкі наркотики І аргументує тим, що ми вчилися на картинках із коноплями Законом треба визначити, що для власних потреб Така-то норма дозволяється далі Не для поширення, не для продажі і таке інше Ми вчилися на читанках і букварях Де конопля була намальована Ну всі ж це бачили, цей малюнок Де піонери з конопля Але, мабуть, усіх перевершила Юлія Тимошенко Кандидатка обіцяє багато чого Але в тому числі звільнитися Якщо за перші 100 днів я на посаді президента Не зможу зламати стару систему Не зможу показати вам очевидні результати Я просто піду з президентської посади Як гадаєте, вони так і зроблять Ну, ні в коем случае не призываем Ні за, ні проти кого-либо з кандидатів Голосувати Ісключительно інтересує реальність Уполнення обіцяний Наскільки, в принципі Да, кстати говоря, ми даже не упомянули Поскольку, ну, вже, по-моєму, все обговорили Повышення, там, пониження ціни То в два, то в четыре раза Коммунальні тарифи і так далі Ну, мені кажеться, що за цей год кандидатів не наобіщали Стільки, скільки не наобіщали, по-моєму, за все предыдущі президентські компанії 27, да? Да, і кандидатів-то багато, правда, справедливості ради Вот цей ролик, хорошо, 1 апреля, вот ми його включимо Да, це буде як увеселительний Потому, как 50, ну, більше, чем 50% Обещаний, которые кандидаты Обещають, это Ну, знаєте Мягко говоря, це чистий бред Или вони считають Народ ідиотами Или самими слабоумні Потому, как Обещать явні глупости Вот, там, один товариш Говорит, бесплатний хлеб Ну, ми понимаємо, що в мире нічого бесплатного не бывает Значит, хтось за цей хлеба должен заплатить А так, як сьогодні у нас не соціалістическое господарство І все заводи принадлежат частним компаніям Значит, или частні компанії, які выпекають хлеб Должні часть свого хлеба, который вони продають Давати кому-то бесплатно Или хтось за цей хлеба должен заплатить И давати це людям Ну, государство, скажем Ну, государство, це що таке? Це ж Оно состоїть на наші с вами налоги То есть, все ровно нічого бесплатного не бывает То есть, ну, этот хлеб все ровно купимо Все ровно куплю я і роздам кому-то Другого не дано Один кандидат обещає 700 евро зарплата 700 евро – це приблизительно 21 тисяча Да, сегодня, вот рекламирую Я несколько дней назад беседовал с одним руководителем Крупная, наверное, самая крупная строительная компания города Харькова Он мне сказал, у меня зарплата 20 тисяч Текучка есть? Есть Работает несколько тысяч человек Но 20 тисяч, то есть 700 евро Уже платят в Харькове Будьте любезны, идите работать Но у нас же сегодня на работу ты никого не найдешь У нас нет безработицы Сегодня безработицы де-факто нет Да юра есть, потому что люди числятся на бирже труда Сами работают где-то в черную Я не знаю, там на базаре торгуют ковриками или сапогами А на бирже труда получают пособия по безработице Часть из этого пособия дают, как сейчас такое слово, откат Раньше это просто взятка была, да? Сейчас дают откат в эти пенсионные структуры, которые этим занимаются Не пенсионные, извините, не хотел обидеть Извиняюсь, это те, кто занимаются биржей труда Какие там еще у нас обещания? Параллельное хождение Доллара, евро А в чем проблема платить гривны? Тогда у меня уже другое предложение Давайте гривну уберем вообще и будут у нас доллары Это не конституционное предложение Валюта у нас все-таки гривна И будут у нас доллары То есть тогда люди, когда утром будут просыпаться, бизнесмены в основном Не будут смотреть ни на какой курс Ну доллары и доллары, все в долларах Это предлагает вот господин этот Которые, ну, у него вообще популистские такие Они хорошие, да? Там 10% налоги Ну, то, что в Библии написано Десятину отдай и живи спокойно Не будет этого никогда Потому что государство Это орган, который давит И бизнес в том числе И хочет все время и больше, и больше Увеличить налоги там на землю На воздух, на воду, на все Поэтому, ну, жить же надо как-то Государству Которое ничего не производит Ну, государство распределяет, да Ему надо, чтобы были довольны Ну, оно распределяет, защищает Как бы органы правоохранительные Границы защищает Безопасность внутри страны То есть мы видим, что все эти обещания Предвыборные Ну, я, наверное, так В легкую сказал 50% Процентов 90% это все лживые Народ на них должен не клевать Потому как бесплатный сыр бывает только в мышеловке Бесплатный хлеб там же Накормить нищих, которые Ну, трудоспособные должны идти работать А кормить тех, кто не может Больные есть Дети больные Сироты Их, конечно, надо кормить Это забота государства Это даже не забота меценатов Меценаты по доброте душевно это делают А вообще это забота государства Но ни в одной стране мира Вы, когда увидите телевидение Посмотрите телевидение Кроме постсоветских стран Вы не увидите, чтобы по телевидению Какой-либо страны Обращались к гражданам Давайте скинемся на лекарства Или на операцию Или еще там на что-то Такого нет Это забота государства Это даже стыдно, когда по телевидению Но и мы идем на это Потому что Я имею ввиду, мы вот телеканал Мы показываем какие-то сюжеты Люди обращаются Но это неправильно Это должно делать государство Это человек, который обращается Моему ребенку надо сделать операцию У меня денег нет Вот он должен идти в государственную структуру И мы должны сделать эту операцию бесплатно Если операцию у нас в стране не делают Они должны проплатить За границей это сделать Но у нас в стране Еще остались Хорошие врачи Им надо дать лекарства Им надо купить оборудование У нас очень хорошие врачи Не все, которые выходят с института Или с университета медицинского Хорошие Знаете, недавно прочитал такую шутку Для того, чтобы врачи были хорошие Их надо Те, которые с мединститута Выпускаются Их преподаватели Три года должны лечиться у них Вот и весь Решится весь вопрос С медициной Рухнет частично Система высшего образования Медицинского Но они не будут им ставить оценки Если он знает, что он выпускает бездарь Которая убьет даже здорового человека Убьет в переносном смысле Залечит или недолечит 763-1912 Телефон нашей студии Мы по-прежнему в прямом эфире Пока что говорим об обещаниях И, собственно говоря Стратегически Где-то даже философский вопрос На что делать тогда бедным кандидатам Вот этим всем десяткам кандидатов Которые, конечно, хотят понравиться избирателю Но, наверное, вряд ли могут рассчитывать на то Что суровая правда Жизнь Как-то привлечет Чьи-то голоса Что скажешь У нас будет все плохо А у меня вопрос А нафига они прутся Извините за такое слово В кандидаты В президенты Ну, я вот смотрю реклама Мужчина Сделал хороший бизнес Он менеджер Буковель, да, по-моему Вот давайте только без Да, я без фамилии Он на деньги одного олигарха Руководит его бизнесом Менеджер Ну, наверное, хороший менеджер Там, наверное, хороший бизнес А неужели он считает Что он сможет Точно так, как построить Или управлять двумя гостиницами Так можно управлять страной Или там один кандидат В президенты Который говорит Когда я стану президентом Я сделаю это, это, это и это Все, что он назвал Все антиконституционно Для того, чтобы ты Говорил про эти вещи Ты же кандидат в президенты Возьми конституцию Почитай Там же это прямой запрет Тебе это делать А он с экрана телевизора Рассказывает, что он будет делать То есть нарушая конституцию Или выходя за рамки Своих полномочий Это вранье Конечно, вранье Тот человек, который Обещает То, что выполнить нельзя Он заведомо врет Всей стране И надеется занять Первый пост в государстве Но вы прошли Большое количество Избирательных кампаний Как непосредственные участники И вам приходилось Общаться с избирателями С потенциальными Они хотят, чтобы их обманывали Вот я хотел именно об этом спросить Да, кто в итоге Да, вот где Они хотят, чтобы их обманывали Но это в нашей стране Вот так Знаете, я приезжал На встречи с избирателями Они мне говорили Ну, что ты нам пообещаешь? Я говорю Ничего вам обещать не буду Что и денег не дашь? Не дам А что? Я говорю Я обещаю Буду честно работать на вас Все Вы меня нанимаете на работу Я на вас работаю Давать ничего не буду Ни один человек Меня не может упрекнуть Что я его покупал Даже когда я кому-то Что-то давал То разговор был такой Вы знаете Кончится Закончится Избирательная кампания Вы ко мне придете И я вам в этом вопросе помогу И такие случаи были Но во время избирательной кампании Я никому ничего не давал И не обещал Потому что обещать Это наврать Врать Ну, не люблю Иногда приходится Но не люблю Да, всем иногда приходится Собственно, да Политикам, наверное Куда чаще Я иногда могу обмануть Там собаку свою Обещаю ей булочку Но не даю Вот это жестоко Жестоко, да Но ее нельзя 763-19-12 Наш телефон И мы продолжаем наш эфир Пока что о политике Не рискну предполагать Что то, о чем мы будем говорить В следующей части нашей программы Имеет непосредственное отношение к выборам Но все-таки подозрения Нехорошие закрадываются Давайте посмотрим небольшой сюжет Радикалы Причепилися до Кабміну Минулий тиждень Відзначився гучними Та скандальными витівками Ляшка та його соратників 20 березня Група під керівництвом Олега Валерійовича Увірвалась на засідання Кабміну З криками про побитих на вході бабусь Та про злодіїв, яких наймае уряд Добрый день Олег Валерійович, добрый день Скажите, пожалуйста, чому вы продолжили контракт Коболеву? Ні, це ти мене послухай Залишив Кабмін Відзначившись фразою Що миттєво стала крилатою Прискіпливі блогери Намагалися знайти жертв побиття Але марно 22 березня шоу продовжилося Вже під куполом Верховної Ради Там радикали блокували трибуну Під час години питань до уряду Ефір прямой Звоните 763-19-12 Ну, сложно, наверное, уже удивить, конечно Владимир Борисович повел себя в данной ситуации Очень толерантно Как индейц просто Как мужчина Все выдержав Ну, потому что он понимает, что это клоунада Извините за прямоту Судимый кандидат в президенты Ранее судимый Рядом с ним на поддержке было пару человек Которых посадили, но почему-то выпустили Хотя их взятки показывали в прямом эфире Вся страна То есть люди, которые нечестные на руку Приходят кому-то качать какие-то права Что давно надо сделать? Первое То, что они нас обманули, кстати, 4 года назад Да? Они нас обманули Снять депутатскую неприкосновенность Вопрос второй, который в конкретном случае Если бы там не было телекамер И не было журналистов Ничего бы этого цирка не было Потому что когда нет телекамер Эти люди себя ведут абсолютно по-другому Они же играют на публику То есть вы предлагаете убрать телекамеры Из сессионного зала И из кабинета министров? А почему нет? Почему кабинет министров должен проходить в прямом эфире? Ну это хозяйственный орган Который решает вопросы хозяйственные Если человек хочет это посмотреть Наверное он имеет право получить там отчет Может быть даже и видеоотчет Но это не должно быть в прямом эфире А потом все телеканалы показывают Какой один из кандидатов в президенты Вот какой он Как он борется за этих бабушек, дедушек Никто же не знает Где он этих бабушек, дедушек Граждет Потому что человек у которого зарплата 200 тысяч в год В год Имеет 15-20 человек охраны Передвигается на трех автомобилях У него на бензин не хватит этих денег Если взять там по 15-18 тысяч в месяц На трех джипах У него на бензин не хватит этих денег Которые он получает зарплату А ему же еще надо одеться Накормить семью Он молодожен Женился недавно Молодой жене надо там туфельки купить Платье, еще что-нибудь Поэтому Ну это все показуха Это клоунада Интересно это будет смотреть все 1 апреля Но один день в году Видеть это каждый день Уже извините Это кроме тошноты Ничего не вызывает И все главное знают Кто Ну задуривает Бабушкам Бабушке вот за него Потому что Он с этими граблями Или с чем он там бегает С вилами С вилами То корову приведет куда-то С граблями по-моему все остальные Ну я да Я специально это сказал Понятно что Ну Смешно Конечно смешно Смотрят нас Во всем мире Как на папуасов Конечно смотрят И понять этого не могут Нет Ну Понимают Многие вы знаете Вот мы когда сталкиваемся С иностранцами Они говорят Ну да у нас это тоже было Там 50-60 лет назад Точно такая фигня Была в их странах Вот люди шли к демократии Но Мы же видели Как они шли Давайте брать пример И зачем нам Шишки набивать себе Давайте Учиться надо на чужих ошибках А мы учимся Все равно на своих Ну есть же такая Не знаю Общемировая тенденция Даже вот та же история С Трампом Показывает Что Такие знаете Консервативные Строгие политики Вот совсем серьезные Они проигрывают Они неинтересные Все перемещается В жанр шоу Так или иначе Комики Там Люди которые выступают Со сцены Веселят народ Ну интересно Только когда это Люди которые веселят народ Они когда придут И будут принимать Законы Там О обороне Не знаю Там О прокладке Трупов Или дорог Вот тогда Будет смеяться Вся страна Мы об этом поговорим Будет весело Да Есть телефонный звонок Мы готовы вас слушать Добрый вечер Вы в эфире Здравствуйте Да здравствуйте Меня зовут Андрей У меня Такой вот вопрос Я хотел бы спросить При вот этом Коррупционном Расследовании В Украинском Кроме Как так получилось Что были завязаны Все структуры И НАБУ И САП И прокуратура И военная прокуратура Во все были завязаны В этих коррупционных действиях Как так получилось При нынешней власти Спасибо за вопрос Ну наверное Меня это вообще не удивило Если честно Вот я вижу Молодой человек Вот его удивило Как так получилось Потому что Большинство людей Говорят Ну как вот так получилось Те органы Которые должны контролировать Они сами там погрязли Но в этих оба органах Работают Мы не можем сказать Что сто процентов Но в этих органах Тоже работают Нечестные на руку люди Которым Точно так Как у какого-то Чиновника Ну мы не можем Сейчас называть До решения суда Кто там чего воровал Ну воровали то однозначно Да Воровали то однозначно Ну это неправильно До решения суда Ну мы же не следственные органы Ну вот Те люди Которые Там воровали Они имели отношение Я имею ввиду Финансовые отношения Точно с такими Нечестными на руку Работника Работниками САП НАБУ Там СБУ Милиция Полиция И Для нас это как бы В нашей стране Вот самое страшное Вы знаете Что в нашей стране Это уже перестаёт Удивлять Да Вот это самое страшное Притом Многие люди Которые Говорят Там вот должна быть Неотвратимость Наказания И должно быть Всё честно А потом оказывается Что они сами Где-то там Юлят И принимают Нечестные вопросы И те люди Которые Борются За Чистоту рядов Сами Пусть это на бытовом Уровне Нарушают Те же Общепринятые Нормы И правила И не считают Что они сделали Что-то зазорного Начинать надо С себя Как сказал Один Если я не ошибаюсь Американский генерал Для того чтобы Начни с себя Для того чтобы Вот что-то Кому-то Говорить Начни с себя Утром встань И застели свою кровать Если ты хочешь Навести порядок в стране Ну если касается Коррупции Можно тысячу раз Начинать с себя Но что может Ну максимум Предел коррупции Рядового гражданина Там не знаю Дать какую-нибудь взятку Участковому врачу Или дать инспектору Но на фоне того Что происходит Начинается с того Что надо взять Дать взятку В школе учителю За то чтобы Твоему там Трехкласснику Третьекласснику Поставили Вместо Ну я по старому Вместо тройки Пятерку Сейчас они понимают Там Десять это хорошо Или восемь Десять это неплохо Ну вместо семь Поставили Девять Все Надо дать ему А мальчик то знает Или девочка Что он Ну не сдал Этот экзамен Но папа пойдет И все решит Вот с этого Этот мальчик Вырастает Идет в институт Он понимает Что за Сессию Надо отнести Там Полтинник Долларов Или кому-то Бутылку дать А дальше Этот мальчик Выезжает на улицу И если он нарушает Правила Он знает Что дядя милиционер Остановит И дяде надо дать Там 200 гривен Или 300 Поэтому у него Не возникает Мысли Что когда он Придет на завод И стырит Эту запчасть Станка Старого И продаст Своему предприятию В тройне У него даже мысли нет Что он что-то нарушает Он считает Что это нормально Потому что Его с детства Так растили Да На долгий путь Получается Можно А извините Володя А самое главное Что мы Сами подталкиваем Когда мы Учителю Платим В месяц Зарплату На которую Можно пойти Шикарно посидеть В ресторане Один раз А может быть и нельзя Но он не может На эту зарплату Заплатить коммуналку Купить себе Одежду И еду Самую минимальную Нельзя Не хватит Если не помогут Родители Или там и муж Или наоборот Жена не работает Нельзя Вот мы сами Подталкиваем Этих людей Вот к такой ситуации Но слишком долгий путь Получается Вот я Да За Окей Начни с себя Хорошо Это прекрасно Это душеспасительно И так далее Но это абсолютно Не решает проблему Коррупции В государственном масштабе И вот те органы Которые перечислял наш зритель Который он звонил От того что мы будем Себя вести честно Там ровным счетом Ничего не изменится То есть там то все равно Какая-то карательная Должна сработать Система Ну как она сработает Если она сама В этом всем участвует Ну она Я тут не совсем согласен Может быть я ошибаюсь Ну наверное Ну не все работники Какого-то Правоохранительного органа Пронизаны коррупцией С ног до головы Мы же видели И Там 14-15 год Мы видели Как эти работники Полиции СБУ Вместе со всеми Первыми стали На защиту И взяли оружие И воевали И бесплатно воевали Я этому Конкретно я этому Свидетель Когда Людям и зарплату Не платили А они Дни и ночи Там Было достаточно Если мы Там Организуем Хотя бы Раз-два раза в сутки Накормить их Поэтому Я не готов Сказать Да Ну с другой стороны Тоже есть такое Знаете Как Совершить подвиг Один раз Или каждый день Его совершать Когда каждый день Суют деньги А от них Надо отказываться Это подвиг Ну Сложный вопрос Сложный Хорошо Если бы был Простой ответ Это было бы Конечно Есть два рейтинга Которые у нас Мы уже не о политических Рейтингах Хотя так или иначе Конечно Это тоже имеет отношение К тому что происходит В стране Но не о выборах По крайней мере На прошлой неделе Институт ГЭЛЭП Очень уважаемая Международная Организация Опубликовала Вот такой Всемирный рейтинг Доверия К власти К институту власти Как таковой И наша страна Естественно Заняла Первое место С краем Мы самые недоверчивые У нас 9% Жизнь у нас такая Да Вот и следующий Следующий рейтинг По поводу Кстати говоря Уровня счастья Мне кажется Что они так или иначе Коррелируются Так сказать Эти данные Друг с другом Потому что Там мы Не на последнем месте Но 133 место Среди 156 Стран Наши соседи Это Свазилент Эфиопия И Чад Да Вы знаете Счастье У каждого Разное Я считаю Там Если взять Ну я утрирую Конечно Если взять Жителя Какой-нибудь Эфиопской Деревни У которого Счастье Когда банан Упал И лезть За ним Не надо Или там Воды С речки Зачерпнул Или дождь Пошел И не надо За водой Ходить И он уже Счастлив Мы видели И такое Поэтому А тут Счастье Может быть Ну тут есть Шесть критериев По которым Они вы считали Ну я не знаю Я не знаю У кого Они это Спрашивали Вы знаете И вообще Вот смешно Я за всю Свою жизнь Ни радузу Не попал Ни под какие Опросы Хотя я и по улице Хожу Я же не всегда Езжу на автомобиле Я и по улице Хожу Я никогда не попал Поэтому у меня Возникает вопрос Где они берут Эти данные У кого они Берут В мире Сколько 7-8 миллиардов Человек Я думаю Шансы Все таки Не попасть Если бы у меня Спросили Я счастлив Потому что Как сказал один Недавно Я смотрел Такое короткое интервью Одного Врача Который Работает За ведущим отделением В сложной Такой клинике Даже не помню В какой это стране Русскоговорящей Может быть Это Россия Может быть Была Русь Может быть Украина Он сказал Такую вещь Вы знаете Когда Вы выйдете С этой больницы И вопрос Такой У вас есть Ноги Вы Есть руки Которые Ты можешь Там стакан Взять Вы под себя Извините за выражение Не гадите Вы уже счастливы Потому что Многие люди Этого лишены Поэтому Счастье У каждого Свою Наверное И каждый Есть философы У которых Вообще Ничего нет И они Счастливы Философы Я имею ввиду Люди Философского Склада ума А есть Люди У которых Вот все Есть И все Может быть Через край Прет А он Несчастлив Ему Может быть Все мало Он хочет Еще там Запихнуть Чего-то Как у Генри Каждый Доллар Чужой Доллар Воспринимал Как лишнее Оскорбление Вопрос о том Счастлива Нация Или нет Наша нация Вот такая Наш народ Вот такой А почему Недоверчивый Ну если Его дурят Сто лет Так вот Дурят Или он сам Хочет Чтобы Вот мы же Говорим Нет Дурят В основном Да Тех Кто хочет Чтоб Его дурили Но Ну вот Такой народ Вот Он каждый раз Вы знаете Сейчас Пройдут эти выборы Вот кто-то Станет президентом Но вы вдумайтесь При самом лучшем Рейтинге Первого человека Который сегодня У него Приблизительно Рейтинг 12,5% От общего населения Рейтинг Это тех людей Которые за него Сто процентов Будут голосовать Это в разгар Политической активности Еще на пике Политической активности Сезон Да Вот у него 25% 25% От 50% Которые придут Голосовать Как этот человек Может То есть С подходу 87% За него Не хотело Голосовать И они будут Все его действия Воспринимать В штыки Сразу А мы же это понимаем Что не на следующий день Не через месяц Не через два У них Не будут Молочные реки И корные берега Не будет Вино лица Из крана Там где холодная вода И они начнут Его проклинать Его я имею ввиду Любого Или ее Или ее Да у нас там Тройка лидеров Человеку сложно работать Но несмотря на то Что за нынешнего Президента Проголосовала 50% Все равно Его начали Обвинять Уже к осени Еще ничего Ничего не сделал Плохого Только хорошее Только он пытался Наладить Мир в стране Уже к осени 2014 года Его ненавидело 90% Вот я прежде чем Дать слово Нашим телезрителям Собственно С 9% Я сказал Начал Этот рассказ 9% Это тот Условный рейтинг Института власти Который есть в Украине В 2014 году Он был 24% Что кстати говоря Тоже вдвое ниже Чем в среднем По странам Бывшего Советского Союза И к 15 Году Он уже составлял 14 То есть это резкое Категорическое Катастрофическое Война идет Война в стране Каждый день люди гибнут Каждый день Но у нашего народа Рыбья память Вот зимой там Снег не чистили К весне уже Травка растаяла Это забыли Потом Подняли какие-то налоги Через месяц забыли Человек обещал Был во власти Не выполнил Проходит 5 лет В следующий раз Опять обещает Опять верит Вот я смотрю Власти как таковой Отрывок Отрывок Из того фильма Которым всех пугают Там хорошая есть Такая фраза Он говорит Как много Ты еще не успел Пообещать Это на могиле Покойника Как много Ты бы еще успел Пообещать Но это вот Ко всем 43 персонажам Которые участвуют В выборах Можно это применить Есть телефонный звонок 763 19 12 Наш телефон Это прямой эфир Мы готовы слушать вас Добрый вечер Алло Добрый вечер Да здравствуйте Здравствуйте Это ваш Постоянный Детик Александр Александр Да Здравствуйте Александр У меня к вам Такой вопрос В следующем году Харькову Предстоят Выборы Мэра Собираетесь Ли вы Снова Баллотироваться И если Да То есть Ли у вас Для харьковчан Предложение От которого Невозможно Отказаться Александр Саркисович Это явно К вам Снова Нет Баллотироваться Я не буду Потому как Во-первых Возраст Не позволяет На этой Должности Работать Так как Надо Уже И не хочется Честно говоря Я предложил Это я психанул Да Четыре года Назад Я психанул Предложил Свои услуги Городу То же самое Я говорил Своим Избирателям Я считаю Это предложение От которого Могли Кайфануть Харьковчане Я обещал Что я буду Честно Работать Для харьковчан Не для себя Мне вот Лично Уже ничего Не надо Мне не нужны Там я не знаю Золотые слитки Или миллионы В банке Ну вот просто Мне не надо А на жизнь Мне хватает То что я заработал За 50 лет Своего Трудового Пути Мне хватит Этого Наверное Даже не на одну жизнь Я состоятельный человек Я хотел попробовать Что-то сделать Для харьковчан Это Ну наверное Громкие слова Войти в историю Да вот Сейчас Некоторые Кандидаты В президенты Есть на это Все-таки Какой-то Маленький процент Что кто-то из них Хочет все-таки В историю войти Не хапать Не Что-то там Делать Плохое А именно Делать хорошее Для народа Для того Чтобы войти В историю Люди Всесмертные Остав О себе Хорошее Мнение И Чтоб твоим именем Называли Площадя Аэропорты И там Улицы А не остав Детям Лишний миллион Или там 20 миллионов В банке Это абсолютно Ничего не дает Поэтому Нет На выборы Я не пойду Предложение у меня Харьковчанам было Харьковчане Меня не поддержали Харьковчане Поддержали Другого Поэтому В тот Момент Когда ко мне Приходят Некоторые Там Горлопаны И говорят А вот Мы хотим Там куда-то Идти А вы Почему Нас не поддержите В каких-то Уличных Акциях А я говорю Вы знаете Я хотел быть Вашим мэром Вы меня не выбрали Ну что мне вас Поддерживать Орать на площади Это не мой метод Работы Я считаю Надо работать И Своим трудом Сделать что-то А кричать И критиковать Это Может любая бабушка Возле подъезда А вот к слову О президентах Да Вот вы говорите Что назвали улицу Или площадь Есть ли кто-то из Давайте только Ныне действующих Нет Нету никого А вы знаете У нас каждый последующий Президент Хуже предыдущего И вот Вы помните Эту Акцию Украина без кучмы Да 2002 год А я эту акцию Начал Ну не Украина без кучмы А я эту войну С кучмой Начал в 99 году За что Сильно пострадал Уголовные дела Обыски Там всякая Частичная Или как Короткосрочная Эмиграция Было Было весело Зато Ну Так Ну я нет А вот близкие Испугались Поэтому Сложное время Сложно С политикой Давайте О грустном Не хочется Площадь Кравчука Нет Нет Ну вы знаете Можно Кравчук Ну можно Вот по порядку Взять Кравчук Неизбранный Президент Он участвовал В одних выборах И эти выборы Проиграл Всенародно Ну почему Проиграл Потому что народ Выбрал кучму А в 91-м Разве не голосовали За Кравчука Нет Всенародно Выбор Референдумы Голосовали Нет Кравчук Был Я могу Ошибиться Но по-моему Во всенародных Выборах Он не участвовал Секретарь ЦК КПСС То есть Коммунист До мозга Костей Который Волей Случа Стал В тот период Когда развалился Советский Союз И он подписал Эту бумагу Быстрее Для того Чтобы стать Царьком Если В каком году Вы говорите В 91-м Ну когда собственно В 91-м году Не было выборов Всенародных И выборов Если я не ошибаюсь Да не было выборов А кто Выборов Он же В Верховном Он был После секретаря ЦК Он стал Верховный Совет Да Ну а Кучма Кучма Всенародный Избранный Президент Который Построил Тоталитарное Государство Загнал Людей В тюрьмы Это я говорю Даже по своей Избирательной Кампании 99-го года Мы были Не против Кучмы Мы были Просто за Другого Кандидата Президента То есть Кучма Из красного Директора Превратился В такого Монарха Который Ну Испугавшись Того Что У него И у его Семьи Заберут Нечестно Награбленное Так как На него Надавили Западные Партнеры Передал Предал Януковича И передал Власть Ющенко Ну как бы Устроили Третий Тур Выборов Кучма Ну мне Об этом Рассказывал Покойный Кушнарев Не хочу Я про это Говорить Некрасиво Леонид Данилович Поступил В пьяном Угаре Еще Ко всему Дальше У нас Кто идет Ющенко Ющенко По словам Одного Из Послов Соединенных Штатов Это лично Мне он сказал Ющенко 5 лет Как он Сказал Потерянных Ожиданий 5 лет Дальше Идет Всенародный Любимец Виктор Федорович Янукович Разве что Ростовскую Трассу Можно Переменять Всенародный Любимец Его два раза За него По 15 Миллионов Голосовало И потом Вдруг Для всех Это стало Какой-то Неожиданностью Так он же Такой Секой Бандит Шапки Снимал Кого-то Там Насиловал Убивал Грабил Бизнесы Забирал Да елки-палки Его В четвертом Году За него Проголосовало Пол страны Там был Небольшой Разрыв А в Десятом Уже Конкретно Он победил За него Пол страны Проголосовало Он сделал Много хорошего Но наверное Не выполнил Вот на мой взгляд Вот это обещание Посади трех друзей Это Ликванью Да Вот это не выполнил И многие вопросы Которые ему Сегодня Приписывают Я хочу Это не про него Конкретно А про будущего Президента Тоже сказать Те вопросы Которые Ему приписывают Что он их не выполнил Но он Конституционно Их не может Выполнить Это не его Прерогатива Он не имеет права Даже В это вмешиваться И будущий президент Которому будут Рассказывать Ну не ему А нам Будут рассказывать Я вышел У меня Во дворе Мусор разбросанный В подъезде Нагадили Президент виноват Да Крыша течет Президент виноват Дерево упало Президент виноват Что он еще Сейчас вот По 1 плюс 1 В субботу По-моему Посмотрел 1 плюс 1 Смотрел Интересно было Узнал столько Про президента Сколько человек Он убил Сколько он Ограбил Где у него Бизнес-партнеры Ну только Аль Капоне У него не бизнес-партнер Ну могли перепутать Потому что Те люди Которые Составляли Эти все операции Эти Все Эти рейтинги Могли в годах Перепутать Чего-то Потому что там было Несколько таких моментов Приписывали ему Такое Как знаете С чем это сравнить С Яценюком Что В то время Когда Яценюк Еще на горшке сидел Ему приписали Что он в Чечне Воевал Там это самое А он еще Там был Ну совсем В довольно нежном возрасте Да То есть Приписать можно Что угодно Что меня поразило Вы знаете 1 плюс 1 Несколько дней Показывает то Что показывают Русские каналы Только на украинском языке То есть буквально Слово в слово Ну на мой взгляд Почти да Такое впечатление Что режиссер был один И самое интересное Что Все российские каналы Говорят об одном Что вот Кто бы не был Ну это сквозит Между строчек Лишь бы не этот Лишь бы не Петро А все остальные Типа мы договоримся Вот завершая эту тему Хочу опять же Процитировать исследования Института Гэллопа Кто бы не победил На выборах Кстати говоря 12 только процентов Взрослых Говорят о том Что Уверены в том Что это будут Честные выборы По сравнению с 26 Которые Думали так В 2014 году Володя Их нельзя сегодня Сделать нечестными То количество Наблюдателей Вот даже в Харькове Только От ОБСЕ Ну несколько Несколько десятков Так вот пишут Кто бы не победил На выборах Он сразу же Столкнется с Обществом В котором Глубоко укоренилось Недоверие Ко многим Национальным И государственным Институтам Скептицизм По отношению К правительству И восприятие Местной коррупции Почти универсальное Для украинцев Вот такая вот Сверх задача И мы сейчас Вернемся Отчасти К теме Которую мы обсуждали Во время Одного из Предыдущих эфиров Когда мы Говорили о том Как посол США Мария Иванович Фактически Указывает Пальцем На одного Из прокуроров И вот Условная Так сказать Прокуратура Делает Ответный Ход Давайте посмотрим Небольшой сюжет Генпрокурор Украина Юрий Луценко 20 березня Заявил В интервью Американскому Каналу Hill TV Что посол США В Украине Мария Иванович Передала ему Список Осіб Яких Попросила Не переслідувати Луценко Називається Неприпустимым Але Держдепартамент США Дав такую оцінку Словам Генпрокурора Відверта Фальсифікація Утвердження Генерального Прокурора України Не соответствую Действительности І направлено На то Щоб запятнать Репутацію Посла Юванович Подобне Обвинення На руку Лишь коррумпированной Системе Україна Як і США Євляється Свободной Страной Со свободной Прессой Це одно З объединяющих Качеств Американского І украинского Общества Политики Эксперты СМИ Імеют право Делиться Своим мнением В рамках Политического Процесса Но это не означает Что все заявления Соответствуют Действительности Такие атаки Негативно влияют На нашу решимость Помочь Украине Победить коррупцию 21 березня Андерс Аслунд Аналітик організації Атлантична Рада Заявив Коли Юрій Луценко Відкриває рота То зазвичай Щоб збрехати До нього взагалі Немає довіри Він працює Генеральним прокурором Скільки вже років І не провів Жодного суттєвого Розслідування Нікого не було ув'язнено На жодному рівні А він сам був залучений У різного роду Сумнівні справи Але вже за добу Аслунд через соцмережі Відкликав свою заяву Про Луценка Речниця Генпрокурора Лариса Сарган Вимагає від Аслунда Не просто відкликання слів А вибачення Тим часом 22 березня Президент Порошенко Заявив про повну підтримку Марій Іванович Зі свого боку Я хотів би зазначити Важливу роль Посла Сполучених Штатів Америки В Україні Марій Іванович В справі просування Україно-американських відносин І наголошую Вона Як представник Сполучених Штатів Як держава І президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Великого друга України І великого моє друга Має повну мою підтримку Ну вот такая история С продолжением 763-19-12 Наш телефон Примерно 15 минут До конца ефира Вы успеваете позвонить Задать свой вопрос Или высказать свое мнение А что вы думаете По поводу этого Мы говорили о том Что Мария Іванович Ну несколько возможно Недипломатично Выражала Да какие-то Ну Свои мысли А вот здесь Недипломатично Да Мы про это говорили Я и сейчас это считаю Но я ее знаю лично Встречался Один раз Там мимолетом Второй раз Она была у меня в гостях Больше наверное Чем полтора часа Мы беседовали Я считаю ее Ну Грамотным политиком Вот это высказывание По поводу Прокурора Сапи Если я не ошибаюсь Да Ну я считаю Это не дипломатично Нельзя давать Указания Ну надо еще знать Тон каким это было Сказано Да мы этого Я этого не знал Потому что это все было написано Неправильно Давать указания В суверенном государстве Кого куда назначать Хотя с другой стороны Разговоры ж какие Что прокурор Специализированной Антикоррупционной прокуратуры Чуть ли не зарплату получает В американском посольстве Поэтому наверное Она имеет право указывать Или там НАБУ Говорят о том Что НАБУ руководит Американцы Но говорят Говорят Я не говорю Что это так и есть Поэтому Это не дипломатично Зная Юрия Витальевича Он наверное все таки Больше Политик Чем прокурор Но я не думаю Что Настолько Как вам сказать Настолько это неправда С его стороны Что он ее выдумал Ну это надо быть Я не знаю Совсем Как бы не в адеквате Для того чтобы Такое выдумать Наверное вот что-то Где-то посередине И В последние два дня Произошла такая вещь Что На Марию Иванович Наехал Сын Трампа Дональд Младший Он тоже там Играет какую-то роль В Белом доме И Вот Какая-то там Есть еще Я так думаю На самом деле Какая-то Подковерная возня Потому что Как говорится Марию Ивановну Назначил Обама А Белый дом Сегодняшний Очень критически Относится к Обаме Поэтому там что-то есть И нет дыма без огня Вот что-то Юрий Витальевич Сказал Может быть Сказал раньше времени Может быть На самом деле Что-то было Ну нам же давали Как бы такие указания А вот не трогайте Антикоррупционеров Не берите у них Декларации А на самом деле А что не брать А что тут Кто скрывает Что Для того чтобы Не видели Что вот Те ребята Которые там Борятся с коррупцией Что они денежки Получают За границу Там от Сороса А с другой Ну получают И получают А кому какая разница Им же жить На эти деньги надо Главное что Это деньги Они получают Не за убийство Не за воровство За нормальную работу Ну За честную работу И какая разница Пусть налоги С них платят И ничего тут Никакой проблемы нет Потому что Получать Деньги за рубежом У кого-то И не А находиться В Украине И не платить налоги Это плохо Американцы платят Налоги В Америке Где бы они Где бы они Не находились И где бы они Свои деньги Не зарабатывали Вот и все Ну есть конечно Закон о двойном Исключении Двойного налогообложения Если фонд Сороса Например в Голландии Платят Им зарплату То они ее тут Просто декларируют Там налоги Уплатили И все в порядке Чего бояться Ну там другая история Все таки была Нет Ну я это Да Прозвучав Вы говорите о том Что да Вот Чего не любят Соединенные Штаты Соединенные Штаты В последнее время Вообще не любят Каких-то лишних Расходов Зарубежных Которые не вполне Понятны В странах Которые не вполне Известны Ну мне вот эти 4 миллиона Там вообще Непонятно Почему Американское посольство Должно было Дать 4 миллиона Генеральной прокуратуре Украины Ну это скорее всего Правительство США А не американское посольство Есть программа поддержки Возможно Технической даже поддержки То есть все это Ну сами прекрасно понимаете Все это удовольствие Достаточно дорогие Нет Я не понимаю этого Одно дело Если они дадут Эти 4 миллиона Там я не знаю Там Ну на развитие школ Или детских садов Это как благотворительность Благотворительность Генеральной прокуратуре Это нонсенс У нас есть фонды всякие Помощи Правоохранительным органам Да И приходят к бизнесмену И говорят Ну дай туда денежки Попробуй Другая история И тут то же самое Мы вам дадим 4 миллиона А вы будете Под нашу дудочку Плясать А вы будете Кого надо назначать Кого надо увольнять И кого надо не трогать Но это неправильно Если это все так Мы же не знаем Все правды Вот Юрий Витальевич Сказал Ну не раскрыл нам карты Он раскрыл карты Он у тебя карты Ту карту собственно говоря Поскольку один всего лишь документ Он жестко раскритикован Как раз антикоррупционерами И там вообще Вот вообще непонятно Что собственно говоря Имелось в виду Один из антикоррупционеров Который сегодня является Советником Кандидата в президенты Который сказал А вот наш кандидат Когда станет президентом Он поедет на неподконтрольную территорию А это нафига Ну это вопрос Антикоррупционерный У меня возникает вопрос А это зачем Куда он поедет Проверять шахты Донбасса Или куда он поедет Или проверять Как у них там Оборонительные линии сделаны Это что за бред Это кандидата В президенты советник Народный депутат О поездках давайте поговорим Сегодня это пожалуй Последняя тема будет Учитывая то что у нас Осталось не так много времени Тем не менее Напомню телефон 763-19-12 И 22 марта Тоже один из кандидатов В президенты Основатель оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко И глава полицовета Этой партии Виктор Медведчук Отправились в Москву И провели там переговоры С Медведевым И Миллером По поводу Экономических некоторых вопросов На что конечно тут просто Ну в общем то вы знаете Как отреагировало По вопросу газа Да Вот что вы думаете По этому поводу Ну вы знаете С одной стороны Рассуждать можно С одной стороны Чисто до юра У нас с Россией Есть дипломатические отношения В обе стороны Едут граждане Украины и России Притом в Украину Ну их Меньше пускают В Россию пускают Всех Почти всех Три Ну Цифра Два с половиной Тире три с половиной Граждан Украины Миллиона Работает в России Имеет там место жительства Получают зарплату Чувствуют себя нормально Даже Был такой скандал Что Почему мы убрали оттуда Участки для голосования Из России Потому как Те люди Которые там живут Они наверное Подвержены Российской Информационной Такой Агрессии И будут голосовать Не так как хочется В Украине Тем людям Которые живут здесь И на своем Горбу Это все Видят То есть у нас есть Отношения Мы торгуем с Россией Но это же На словах Мы не торгуем Мы торгуем с Россией У нас отношения Один из кандидатов Президенты Да Поехал туда Для того Чтобы своему электорату Который Хорошо относится К россиянам Или к России Не знаю Как это сказать Он поехал Чтобы перед выборами Им показать Вот видите Я поехал И меня встречают Первые лица государства Если я стану президентом Я за 2 секунды Закончу войну Я сделаю так Что у вас газ Будет дешевле Чем сегодня За счет этого На самом деле нет Как посчитали Подожди Это мы Говорим сейчас Про те посылы Которые он дает Своим избирателям То есть вы видите Я там свой Я решу вопрос Никто из 43 Там не может решить А я могу А теперь Уважаемые Избиратели Вам думать Годится вам такое Или не годится Да Такой пространственно Политический парадокс Быть одновременно В Москве И под Москвой Это называлось У нас есть телефонный звонок Наверное Последний В этом эфире Мы вас слушаем Добрый вечер Алло Да Здравствуйте Я хотел бы задать вопрос Скажите пожалуйста Как вы считаете достойным Возглавить наше государство Кандидата в президенты Тут я должен вмешаться Мы наверное Не очень можем ответить В таком формате Потому что все таки Это может быть воспринято Как агитация Помните как собачье сердце Все лучшее у вас впереди И кто достойный В 43 достойного Вот такого Которого Достойного Я не вижу Поэтому приходится Избирать из того Что есть Ну так может это и хорошо Потому что если достойный Такой вот Как вы показали Достойный То это где-то Куда-то не к Европе Ближе К не знаю К Ближнему Востоку Или там к Средней Азии Где Да такие есть Про них снимают фильмы Достойный Который Может Во-первых Принимать здравые решения Вне зависимости от того Что диктует ему Толпа на улице Это очень важно Потому что то что происходит У нас последние пять лет Толпа на улице Я не боюсь этого слова Диктует судьям Кого выпустить Кого посадить Убийц выпускают Из тюрьмы Под домашний арест Убийц Только Из-за того Что судьи боятся За свою жизнь Из-за жизни Своих детей Им не дают возможности Здраво вести Правосудие Это был такой случай Да Убийцу выпустили В соседней Там Почти в соседней с нами Области Не знаю чем Закончилось Но Из зала судья Суда Убийца пошел Под домашний арест Бред Конечно бред Так вот Тот человек Который достоин Быть главой государства Наверное Человек Который не будет Обращать внимание На толпу Не будет обращать Внимание На свои рейтинги Будет делать Хорошее дело Чистыми руками С трезвой головой Не будет думать Там Не знаю О бизнесе Или еще о чем-то Но к сожалению Сегодня у нас Такого кандидата нет А вообще Наверное Было бы очень правильно Чтобы Страна не зависела От одного человека Потому как Вот что сегодня происходит В сегодняшнем состоянии Президент На которого вешают Всех собак Он не руководит Правительством Он не может Вмешиваться В экономику Вы тогда сделаете Давайте изменим Конституцию Сделаем президента Такого Как в Америке Который будет Де-факто еще Руководить Правительством А над ним Сделайте Проверяющие органы Можно две палаты Сделать Парламент Можно конституционный суд Чтобы надзирал За исполнением Конституции Больше ничего Не надо И тогда Президенту Можно предъявить Претензию И за Обделанный подъезд И за дороги На улице Но тогда и мэров Надо не выбирать А назначать Вот эти Все полноту власти Жесткая вертикаль И тогда С этого человека Можно будет Все спрашивать Но нельзя спрашивать Сегодня с президента За урожай Или за надоем молока Когда он к этому Не имеет отношения Или за медицину Или еще за что-то Есть У него Четыре по-моему Правительства Да Ну как бы Правительства СБУ Прокуратура Министерство иностранных дел И Нацбанк Ну конституционный суд Еще квота Конституционный суд Квота есть Какая-то Но он не имеет права Вообще судьями Никто не имеет права Руководить Особенно конституционным судом И суд конституционный Он должен только давать Ну справочку Это соответствует Конституции Это не соответствует Но если конституционный суд У нас сегодня Постановил Что вот этот закон О незаконном обогащении Хотел сказать о домогательстве Денег Если это не соответствует Конституции И они приняли Это постановление Почему на них Все Сыпется То есть Хотят чтобы Была целесообразность Революционная Не потому что Это в конституции А вот сегодня Надо так Вот помните Как у нас Несколько лет назад Приняли закон О какой-то там Конфискации Так давайте тогда Ну тогда Спец Тройку Нафига эти суды Суд присяжных А зачем он их же Нет Но случай исключительный Все таки Какой исключительный Для того чтобы Не было вот этого Бреда со спецконфискацией Проведите следствие Осудите И заберите Арестуйте Так и осудить нельзя же А? И осудить нельзя Если они там где-то У нас же нет заочного У нас же еще не было Вот смотрите Если мы сегодня Осудим Януковича Ну осудили Дали ему срок Ведь вы смотрите С него поснимали все санкции Почти все Но если мы дали ему срок И дали его в международный розыск Все он с Россией выехать не может Россия это его тюрьма Он оттуда выехать не может А если бы мы его не осудили Он бы поехал И грел пузо там в Италии Или во Франции И никто бы его не тронул А сегодня уже не может Но благодаря тому что есть суд Судебное решение Можно забрать его майно Если оно есть Я как понимаю Его нет Потому что когда говорят Вот мы там тут миллиард забрали Тут миллиард А потом оказалось Что это какие-то бумажки Которые в принципе Стоят меньше Чем бумага На которой они напечатали Но с другой стороны Подизавери Это опять же к вопросу О незаконном обогащении Потому что все средства Записаны не на кого-то На бабушек Докажите Для этого же есть следствие И суд Все Докажите Но для этого же есть следователи Пусть они не ходят Там У бабушек Которые картошкой торгуют Не тырят Мелочь по карманам А пусть они занимаются этим А я видел этих прокуроров Которые в суде Мычали Они даже У них даже нет Их не учат Разговаривать в суде Они не могут даже Свои мысли высказать Вот надо наверное Чтобы как врачей Чтобы там лечить Чтобы там судили Чтобы они судили Вот те кто их учит У нас программа Подошла к концу И даже немножко переварилась За лимит времени Спасибо вам огромное Что были Встретимся Первого апреля Первого апреля После выборов Объявим Ляшко президента Я думаю Это сделают уже до нас Следующий президент Спасибо что смотрели Нас увидимся ровно через неделю Будем обсуждать Итоги выборов Ну не знаю Смеяться или плакать Первое апреля В то же время Что и сегодня Ждем вас До свидания